меня течение уносит вот по линии вот здесь вот чуть-чуть так один вариант вот такой смотрите он чуть светлее это нам дали ее такую либо это нам на распили оставили вот такие следы как думаешь прикольно будет смотрите раки как они пахнут это неуважительно вообще так с разговаривать пойдем солнышко пойдем туда пойдем-пойдем день я не расстроен потому что он хочет на большие горки он говорит туда хочу а туда нельзя день там только большие детки пойдем наша горка вон смотри какая большая да тебе здесь тоже понравится переделали но или добавили я вот этого не видела еще ничего ну все день-то у меня уже без круга вон он плавает сборки катится все ему нравится в общем мы заходим в прикольный бассейн смотрите как здесь и вот этот бассейн ведет ведет нас на улицу я с телефоном еще вообще не знаю как-нибудь угодно короче камера у меня вообще у меня даже не это чехол не взяла чтобы под водой снимать пакет не взяла чтобы сложить что-либо трындец и короче с телефоном вот так вот я и кайфую сейчас мы выйдем на улицу смотрите какие пещерки красивые красота здесь не очень вы понимаете как нелегко блогер ой что-то чтобы отдохнуть у меня и камера и все а я не могу по-другому я должна осуществлять самые интересные моменты в нашей жизни аквапарк это уже стал интересный момент моей жизни смотреть леса справа слева скалы так и вообще этот бассейн должен вывести нас на улицу ай боже я врезалась вчера мы по кругу здесь по-моему по-моему надо другое место на улице так сказали чтобы подняться на улицу нужно подняться чтобы пойти на улицу выплыть надо подняться но сказали что там реально холодно ну посмотрим красиво говорю мне здесь нравится о том о этом кафешка я не знала сверху посиделки на какая-то реально смотрите лежаки кафешки а вот вид сверху смотрите на аквапарк вот этой зоны я вообще не помню сколько всего там и джапути и вот и вот то тоже мне кажется новая когда я была в прошлый раз и там не работала смотрите какой бассейн красивый и вот здесь прям сливается вода честно я прям не хотелось сюда идти меня заставили просто поднимаешь жопу и пойдем вот прям ради деньги тут водичка очень теплая намного теплее потому что на улице холодно по ходу поэтом блин мне уже холодно а деньги вообще будет холодно он вообще раздеты смех выйти он сверху я то почти в воде все готов сейчас будет холодно день день ты готов сейчас будет холодно если что прячься в водичке ну что готовы короче говоря здесь на улице реально холодно потому что еще и вечер но вода теплая классная здесь комфортно в принципе находиться ну зло играет много здесь не снимал огоньки красиво райисон ой домики вот эти классные можно снять домик посидеть там ой меня течение уносит меня течение а красная классно иди сюда заходи это короче эти контрастный душ холодные горячие заходи заходи скорее иди садись посиди прогрейся с улицы давай погреемся кормят тут конечно не очень самое съедобное это бутерброды вот такие и вот такая вот халабуда ну и картофель фри это вот картофель фри и сыр речка решил полежать все полежал побежал покушали побежал смотрите тут еще у нас рыбки которые чистят вам пятки три вот таких вот аквариума цены вот они сейчас я поищу где можно отдать телефон и камеру и блин нормально поплавать все таки хочется в конце концов так душ туалет туалете кстати такой здесь чисто он уже меня не видели поправилась я пузо ой 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 лучше не показывала здесь еще какая-то водичка непонятная ну-ка холодная бог ты мой ну его нафиг а здесь что такая прохладная вода всем доброе утро мои хорошие время 9 25 я уже убрала всю кухню вчера после этого аквапарка мы пришли домой во первых короче я уже говорила нет я не говорила это я делилась впечатлениями с с вами поделюсь тоже аквапарк меня не радует все чё я больше для ребенка туда хожу все чё нет не никакого там удовольствия сильного я не получила только то что провела с близкими людьми время вот и все вот ну короче не лишний раз вот ну аквапарк для меня это не отдых просто вот я к тому что до активный отдых активные типа мозги отвлечь вот отдых от работы вот так да хотя я все равно там снимаю все я уже в конце концов положила эти телефоны там нашла куда и все и просто хоть чуть-чуть поплавла в бассейне чуть-чуть и чтобы понимали ну пять минут потом я снова вернулась к своим телефоном как бы но не снимала ничего но я за ними смотрела за мелким смотрела вот короче удовольствия немного ходили мы спонтанно как раз таки вечером вечером там стоит с 7 часов до 10 уже с термо с аквазона аквазона и термо но я на термо даже и не и не ходила а не ходила а а все у них аквапарк да а вот это термо да все везде ходили везде были бассейн вот этот который там это тоже в термах я так понимаю круче 790 рублей а просто аквапарк 750 поэтому как бы там 40 рублей разница так вот вечером сходить день к там либо до пяти лет бесплатно либо если меньше метр-двадцать бесплатно день к прошел бесплатно потому что он меньше метр-двадцать мы пять но меньше метр-двадцать есть таких пять лет уже выше метр-двадцать мужички маленькие вот короче я брала всю кухню до что пришли вчера и просто вот так все разбросали все вот это и поесть надо было и то и короче и просто но я чуть-чуть прибрала совершенно там но пыль везде повытирала поверхности чуть по убирала попылесосила еще не мыла полы даже надо все это дело сделать но чтобы понимали 920 и я еще не пила кофе и просто встала и не могу на это все смотреть я не могу в таком бардаке попить кофе пришлось все это дело убрать у меня еще прихожая на очереди потому что я хочу же обклеить вот это вот все дело вот поэтому надо сначала все там прибрать и потом начать вам уже снимать вот короче есть идеи у меня думаю может не все сначала обклеить до половины ну короче вам все это видео уже расскажу посмотрим как вообще я хочу все обклеить прихожую вот чуть-чуть хотелось сказать ну все короче я проснулась сейчас все таки буду пить кофе и смонтирую для вас видео на второй канал какие планы сегодня еще честно говоря не знаю я такая что наверное вот целый день дома пролежала бы попринимала бы заказы но не пролежала бы до пробыла бы попринимала бы заказы помонтировала бы видео потому что много всего накопилось и что-то я такая вот все где-то надо вот здесь вот вот тут вот надо а тем временем милка милка пристает к барсику ну как ты охренела дай барсу полежать спокойно это еще денькины чипсы пристала милка к тебе до барсюк мой барсюк мой дэнни скажи этому этому а кто это это бантик это бантик это наш бантик это турецкая такая мягкая бантик откажи я поел еще я поел еще чухолос кстати чтобы вы понимали я еще ни разу не взяла телефон вот только вот 930 я беру телефон первый раз меня батарея тут 8 процентов у меня тут сообщения всякие раз ночью не меня нельзя отвлекать чтобы телефон если возьмешь так с утра то тогда ты занимаешься телефоном а не уборкой а там как всегда погрязнешь вот этот интернет и все так что надо выбирать с утра прям а вот и моя кофе бляха муха ну что это такой передержал смотрите вот такие вот дали нам папочки здесь домашнее задание сейчас мы с дэнни будем его делать сейчас мама смонтирует видео и будем с тобой заниматься дело домашнее задание да хорошо так выглядит здесь у нас гриб мухомор который дэнни не захотел в садике рисовать сказал дома нарисую до марине евгеньевны отдадим рисовать грибочек раскрашивать будем марина евгеньевна ты обещал ты принесешь же в понедельник грибочек короче основные правила при выполнении домашних логопедических заданий здесь у нас памятка для родителей памятка звукослагового анализа артикуляционная гимнастика вот то что нужно делать тут всякие видите тема игрушки задание 1 родители рекомендуется рассмотреть с ребенком несколько игрушек определить материал из которого каждая из них сделана деревянная резиновая плюшевая меховая пластмассовая задание 2 игра один много мяч мячи машина машины уточка уточки так понятно задание 3 игра большой маленький мяч мячик мячики машина машинка машинки так задание 4 игра какой какая какие скажем какие у нас игрушки игрушки какие маленькие большие красивые разноцветные ага все определить задание 6 вырезать картинки с изображением игрушек учить стихотворения о букве а буква а буква а алфавиту голова знает вова знает цвета а похоже на ракету тема осень боже мой все это последний листик сейчас у нас будет гимнастика да не повторяй за мной 1 у нас лопатка нет вот так широкая вот тогда вторая чашечка вот так смотри молодец а третья иголочка остренького так молодец правильно трубочка 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 еще говорят нужно перед зеркалом там язык у меня а теперь часики смотри а закрой рот вот так молодец давай для закрепления еще раз а это что это киса пришла давай еще один раз и все ладно давай одна молодец одна что это ложка две ложки и три три ложки четыре ложки пять ложек и шесть ложек и поцелуй молодец только смотри смотри не выходи где еще беленькая там закрашиваем карандашом не просто рисовали красками легче вот тут еще беленькая смотри нет 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 вот вот кусочку тут это не надо это зеленая будет да вот так вот так вот здесь вот вот тут вода где мы еще не закрасили вот тут еще для беленькой беленькой не 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 что-то кто так берет карандаш вот по линии вот здесь вот чуть-чуть все карандаш и просто у нас сна поточить снимает как закрасишь смотри вот тогда мышь как хорошо получается вот тут вот еще раскрасить не как следует раскрасить палочка . дальше палочка . ты можешь так сильно . не рисовать можешь просто смотрел так палочка и просто . понял давай палочка . . палочка и палочка . да давай дальше маленькая . получилась какая жирная жирная . давай еще палочка . . а вот смотри это какая буква буква а до буква а теперь нам нужно рисовать букву а обводим буковку а теперь давай рисуй сам вот здесь буковку а вот здесь рисуй буковку а сам вот здесь ты вот здесь через одну здесь буква а только ты старайся смотри мы рисуем ее вот отсюда смотри отсюда раз два и три понял да давай вот здесь такую рису вот тут буква а молодец давай еще давай еще давай сверху почему тебя маленькая буква а это большая буква а у тебя маленькая давай большую большую букву а рисуй вот вот здесь вот в этом квадратик большую вот вот так да молодец и тут большую букву а нарисуй большую ты опять маленькую нарисовал ваним молодец буква а 1 ходу а давай стихотворение учить с буковкой а буква а буква а а алфавит в голова знает воба знает света а подхожи на ракету еще девочки чтобы вы понимали утром и началось не только занятиями с дечкой но и с перестановки дома планируется у нас перестановочка еще раз да что что мы думаем сделать вообще мы хотим задекорировать вот эту стену как-то интересно отделить зону то есть вот это будет зона именно челлаута и смотрение телевизора и так далее дальше у нас идет зона кухни вот так вот да зона кухни будет все это отделяться здесь будет у меня ковролин до сюда за а здесь будет прям линолеум и отделенная зона ну чем-нибудь не на порожком каким-нибудь красивым прям вот хочется делить либо может не будет порожка не знаю посмотрим вот и там будет моя рабочая зона по что ее никуда не деть и это самое удобное место вот здесь будет стол здесь будет столом будет возможно будет чуть-чуть пониже и он будет от края здесь это я сейчас так поставила временно пока ну чтобы привыкнуть именно вот к такому расположению всего да там будет кстати мое рабочее место будет прикреплено на стену здесь у нас будут обои какие-то мы думаем до бой вот на этой стороне вот а на этой стороне у нас будет интересный дизайн тоже в леруа нашли уже что будем делать и красить потом короче прикольные такие панели 3d на этой стороне вот это все конечно здесь уберется ничего этого не будет ну короче сейчас пока что переставили диван другой будет и стол другой будет и стулья другие будут вот пока что просто представили бы что мы размечаем прежде чем делать декор стены до 3d нам нужно уже понимать от какой точки отплясывать то есть сначала мы думали что мы отсюда начнем вот так вот да все но так как слишком мало места там остается мы подвинули чуть-чуть да то есть у нас вот где-то вот так начинается зона здесь соответственно мы будем делать рисунок а тот который хотим короче под вот это вот пока что мы разметили так решили оставить так диван чтобы походить посмотреть как что по удобству будет изначально вообще дизайн вот такой был я не знаю фотки кто-то видел нет и они наверное у меня уже не остались я бы вставила вам изначально у нас такой дизайн и был проекта и именно этой квартиры что здесь телевизор здесь вот так вот диван зона разделена там правда рабочего места по моему не было там был этот объединенный стол но так получилось что рабочее место там удобнее всего вот короче будем вот доводить до ума именно вот эту перестановочку вот эту идею и диван будет новый он как бы так вот так остается вот здесь вот так и вот здесь еще до конца идет тоже такая зона но как бы такое в планах такие дела так девочки сегодня собираюсь но новый лучок короче фаберлик заказала вот эту вот водолазку просто балдежная у нее такая ткань шикарная мягенькая я не ожидал честно говоря что она будет настолько крутая но сейчас вам покажу под какой образ я собираюсь одеть я finflare брала себе такую черненькую под шубку как будто такая штучка и я все думала под что ее одевать и вот фаберлик увидела эту водолазку подумала идеально будет сейчас одеваю черные брюки эту водолазку надеваю кроссовки свои или ботинки сейчас посмотрю что лучше и одеваю вот эту вот шубку тренч и посмотрите в лифте в этом покажу как это смотрится мои хорошие вот смотрите как это вот водолазочка смотрится вот пальтишка приехала в леруа будем смотреть еще что-нибудь сейчас для квартиры в зал так ну что выбрали ковролин оплатила уже получилось на 6 900 вместе с оверлогом сейчас я мальчику отдам будем ждать вот смотрите тот который у нас в спальне в детской это вот этот вот нет не санрайз не санрайз у нас перуджи вот перуджи серы вот это у нас в детской а в зале у нас будет вот этот три с половиной мы нашли у нас как раз 333 но нам сделают все подгонят на оверлог сдали будем завтра ждать звонка называется флорида серый серфи фиолетовый что ли но он здесь смотрится каким-то темным а на самом деле он светлый еще нам отрезали маленький кусочек для примера и мы сейчас подбираем на стену на стену там где компьютер у меня стоит обои сейчас покажу варианты а может быть и один так один вариант вот такой смотрите он чуть светлее идет вот этот цвет видите на нашего этого ковролина он идет с полосой вот здесь такая полоса интересный дизайнерский ход ну в общем то сейчас еще один покажу вот такой еще красивый вот я смотрю вариантик под камень сделано тоже идеально подходит вот такой еще вариант он как будто под ткань сделан он вообще идеально подходит вот наш ковролин вот он он здесь усит кстати такой будет такой акцентик он темноватым темнее чем моя кухня так но и взяли клей сказали вот этот клево лучше всего его берем так как нам всего лишь одну стену обклеить нам хватит одной пачки вот такой маленькой 288 рублей а обои которые мы взяли у них вот метр 1796 квадратный метр ой да или нет рулон короче стоит рулон здесь 10 метров в рулоне нам сказали нужно два рулона на нашу стену еще мне понравилась вот эта штучка вот эта сумочка вообще шикарная я тоже бы ручки убра классненькая кругленькая только здесь она какая-то не кругленькая кругленькая все крутая сколько стоит сколько стоит цена 1329 нормальная цена прикольная мне конечно хотелось бы чтобы было дешевле но ну что сейчас полчаса простояли возле резки вот этой в леруа для того чтобы понять там чё отрезать как в общем посмотрели на кухне столешницу хотим барную стойку сделать большую крючь есть там кое-какие идеи возможно барная стойка будет тёмная снять я согласилась на тёмную барную стойку и вообще не представляю как будет смотреться но все кто были дома требуют контраста всем привет всем доброго дня воскресенье мы сегодня сейчас позвонили мне уже сказали гавролин приезжайте забирайте его должны сложить нам кстати не рулоном как в прошлый раз вообще должны конвертиком сложить и типа так в течение двух часов он может храниться вот уже заканчивается два часа скорее едем забирать вот сегодня погодка у нас вроде полегче по ветра нет и уже тепло я тоже оделась такая немного на легке вот и еще короче столешницу сейчас будем заказывать нам и там же в леруа должны выпилить по размерам так как нам нужно всякие крепления возьмем приедем домой будем клеить обои так что возможно уже сегодня вы увидите а еще виталик приехал в гости с настёной нам на подмогу так что они уже спустились вниз я как всегда пока там все по выключаю реально нету ветра и погода шикарнючая вообще тепло просто тепло короче девочки это вообще такой нервяк здесь в леруа мы просто пропали уже здесь на три часа смотрите ну такая столешница у нас мы взяли вот такая у нас ножка одна мы сделали столешницу взяли кусок для ножки все уже идем на доставку оформляет нам все выпилили как нужно присаляете и брат такой говорит ну дай про трона пыльная все начинает протирать посмотрите просто царапины вот такие вот и мы главное не знаем это нам дали ее такую либо это нам на распили оставили вот такие следы прикинь мы в шоке сколько времени прошло не полчаса или там 40 минут распиливали все это пока доставка пока свободного консультанта найдешь это такой трэш вообще и в итоге все вот эту штуку мы оставим хотя это тоже вот это знаете вот это вот не вне вариант что это за косяк вами такой ну короче ладно вот это оставим еще потому что времени мало не кайф вот это вот хотя вот здесь тоже смотреть здесь тоже есть царапины короче если посмотреть ну хрен с ним здесь мы уже на ножки не придираемся понимаете мужа не придираемся короче сейчас попросили еще одну ножку большую столешницу большую доставить нам показали все всем чтоб теперь отпиливали или что они там делают короче аккуратней чтобы не оставляли следов короче трэш ковролин тоже позвонил парень и сказал вам складывать или в рулон я такая думаю ну все сейчас приедем за ковролином я говорю складывайте нам и ягри сколько он сложены в конвертам может храниться он говорит не более двух часов девочки уже три часа прошло даже четыре часа уже прошло что он свернутый конвертам я не знаю что там будет с ковролином девочки так с братом еще не здоровались вон он бразы наливает нам пивко раков купил сейчас посмотрим что там я уже давно их не ела смотрите как смотрится ковролин шикарненько ковролин да я правильно говорю вот постелили вот так впритык все заказывали оверложили нам все сделали диванчик вот так будет стоять но в целом мы в диван потом другой хотим вот но здесь пока не знаю ничего не будем делать никого стыка нам так нравится вот немножечко тут у нас получается вот так столешницы завтра уже вечером приедет и она будет получается столешницы вот от сих вот так вот к стене будет короче не знаю как думаешь прикольно будет зрители раки как они пахнут мне кажется я обожаю раков их запах больше чем ну сами раки их потому что трудно всегда есть у меня все это руки все в царапинах и вот настя приятно ты такая скромная девочка у девчоночки доброе утро всем не сказала еще создание отвела в садик утром сегодня думала брать с собой эту папку или нет делать ветер зараза вообще с утра немного злая куча факторов на это влияет или как бы часто с утра злая ну человек только проснулся как бы надо расшататься а он уже там должен в потоке быть блин всего на свете короче я думаю не буду брать сегодня эту папку на самом деле сознательно не взяла потому что мы не доделали там еще пару заданий думаю доделаем и завтра принесу прихожу сейчас а вы папку взяли я говорю я забыла ее пришла сказать что я забыла говорю но мы еще там пару заданий не доделали говорю и просто знаете вот есть люди которые очень любят поучать ё-моё как им хочется быть вот этими вот ну что вы как дети малые в самом деле мне взрослому человеку говорит что я как дитё мало вот это меня вымораживает просто край понимаете когда такое происходит и грида представляете дети малые забыли папку я говорю ничего страшного со всеми бывает забыли папку что сразу блин дети малые зачем сразу это знаете это на самом деле ну принижение принижение что ты как ребенок малый что-то его ребеночек маленький не догнал чего-то вот просто вот не сообразил тут какие-то такие моменты да это я считаю принижение и это неуважительно вообще так разговаривать вот меня это накаляет вообще жесть просто я как бы не наезжаю как бы говорю да ну да представляете дети малые вот так вот забыли представляете я говорю мы не в школе в принципе да вот эти домашние задания там все дела и со всеми может быть человек может забыть и говорю более того мы не доделали пару заданий я решила и как бы и не брать ничего страшного что забыла в конце концов я гриву завтра принесем нормально но это вы уже с логопедом договариваетесь то есть она в принципе не логопед да которая все это вот смотрит и из которой надо договариваться договориться с логопедом но наезжает она и рассказывает какой малый ребенок что я забыла блин эту папку вообще просто я говорю это мы не в школе типа домашние задания там дра-ля-ля говорю мы в садике по большому счету как бы это не столь так важно я считаю зачем вообще пошли тогда в логопедическую группу вот я и говорю зачем пошли в логопедическую группу блин логопедическая группа для того чтобы там в логопедической группе ребенок находится с восьми часов до шести вечера вообще до семи должен находиться я в шесть его забираю и что логопедическая группа для этого чтобы там занимались а дома ребенок хоть немного отдохнул выходные с родителями провел вечером там все искупаться и лег спать он уже ложится чтобы нормально встать там ему 7 30 чтобы он нормально пришел в себя и утром пошел вот вообще считаю что даже в школах не должны быть домашние задания ну ладно это другой вопрос в школе просто мы не столько времени проводим сколько в садике и плюс домой еще я вообще офигела когда они начали давать домашние задания дома заниматься и вот такое обязательное одно дело то вы говорите то вот это вот это поделайте с ребенком да мы поделали там то сё периодически занимаемся блин у нас и выходные такие были насыщенные вот в пятницу вечером и позанимались до субботу чуть днем позанимались все вторая половина субботы у нас там то все что-то разошлись воскресенье вообще мы с утра просто помчали по вот этим как да блин мы вернулись домой без задних ног просто все и и скорее хоть немножко просто дома побыть отдохнуть потому что забыдались в этом леруа ходить ну как будто знаете других дел нет вот это меня честно накаляет вымораживает трындец как и больше всего мне сейчас просто не понравилось даже ладно я бы закрывала глаза домашние задания больше все не понравилось это как дети малые ну что вы как дети малые даю моя школа закончилась понимаете уже давно чтоб меня отчитывали так трындец короче я еще более недовольная но сейчас пойду приведу себя в порядок поеду на ногти у меня маникюршицу лиза зовут и я надеюсь что мастер маникюра да я не знаю как правильно говорить маникюршица не обидно маникюршица мастер маникюра вот с ней три часа проведу маникюр педикюр сделаю в один цвет кофе свой любимый возьму плюшечку буду болтать с девчонками сидеть о вообще же есть утро короче не доброе сегодня вот подобное поведение еще я вам скажу она толкает на то чтобы ты блин за ребенка дело задания я на самом деле сейчас полистал еще задание посмотрел там сзади но после из последних последний листик просто мы еще не делали там задание прикольный там подчеркнуть букву а букву у обвести и там стишок sitt две строчки выучить как бы да и я бы хотела но прикольное задание я бы хотела состояние позаниматься чтобы он выучил это стишок и он сам обвел букву у и подчеркнул букву а она не столь важно на это сделает легко как бы но я бы хотела с ним это доделать понимаете и вот я говорю давайте там на следующий день принесу или не принесла сейчас как бы для того чтобы это он сам доделал но такое поведение воспитателей просто на следующий раз я там за ним заделаю задание которое мы не успели сделать и все все готово ну понимаете на что толкают вот такое поведение воспитатели учителей бесит завтрак бутерброд масло сыр авокадо который уже пора доесть и яичницы с помидорами все завтракала вышла сейчас расслаблюсь все-таки расслабляет знаете в том смысле что ты просто сидишь и ничего не может делать руками в телефоне лазить не можешь а это ли не отдых не лазить телефоне вот такой лучок смотрите светленький ты новый костюмчик одела вот эту классическую куртку вот это вот из нее чик у меня распаковочка на втором канале уже на канале кроссовочки носки правда подобрала с розовыми вообще не в тему этими штуками ну короче я спешу просто пофиг иду настроение хорошая и решила девочкам там две девочки где я делаю маникюршек две девочки лиза и еще одна девочка работают я решила им купить шоколадки он зашла сейчас в этот в магазин какой-то аузера они так красиво стоят здесь написано темные с соленой морской соленой карамелью шоколад тем пятьдесят пять процентов шоколада темного мне кажется что он будет вкусно взяла две штучки чтобы никого не обидеть подниму им с утра настроение потому что мне хорошее настроение и мне хочется им как-то делиться хочется сделать приятненькое вот у меня бывают такие порывы частенько надеюсь они вообще едят шоколад не сидят на диете слышите рассказываю у меня сегодня хорошее настроение хотя сегодня с утра день не задался я уже забыла если честно об этом девочки сегодня как никогда я не могу выбрать цвет в общем просто какой-то кошмар в общем выбрала два а мастеру говорю вот какой вам больше нравится такой крастью ничего не хочу вычурного хочется красного еще рано для зимы бледненький розовенький тоже мне кажется как-то хочется чуть не знаю короче в общем не знаю что-то нейтральненько не броска так вот такие решили все-таки ноготочки сделать розовую но он видите такой не очень бледный он яркий все-таки есть контраст с моих ноготочков и такой же сделаю на ножки сейчас еще парафинчик сделаем увлажним ручки ну и чё мои хорошие вот и готов мой маникюрчик педикюрчик красота нежно то все мне все сделали счастливая довольна слушаю ручки-ножки привела в порядок и но смысле не мозги а в смысле волосы вообще я хочу другой оттенок блонда боюсь сама себе его не сделаю в салоне только нужно будет все равно осветлять а это еще чутка портить волосы конечно не хочется если честно но хочу другой белый блин не знаю но я еще поэкспериментирую мне еще краска есть там другая взяла корни и покрашу посмотрю че станет пока еще сама как-то бегу сейчас за дэни в сад короче трындец что-то пришли эти рабочие мне интересно считается то что 500 рублей вообще подъем получается просто по лифту нет привоз надо короче разобраться что-то они мне говорят 150 рублей этаж короче там не маленькая сумма получается чтоб столешницу поднять мне только интересно они уже 500 рублей взяли и 1200 что мои хорошие вчера закончился день что нам должны были привезти столешницу и мы начали клеить обои но не очень хочется вам сразу все показывать хочется сохранить интригу в этом влоге вы уже увидели какие обои мы выбрали какая столешница у нас будет уже увидели поселены ковролин поэтому следующий влог начнется с того что мы клеим обои устанавливаем столешницу окрашиваем там еще кое-что в общем делаем какие-то моменты нюансы уже более-менее увидите что будет у нас здесь в зале немножечко вот по поводу столешницы что я шла вечером говорила это то что 500 рублей мы заплатили за столешницу за доставку пришли ребята и говорят что столешница не помещается она у нас 272 в длину столешница не помещается в лифт никак соответственно ее надо нести пешком пешком за один этаж они берут 150 рублей короче получается там еще доставка получается очень дорогая и я думаю не было ли дешевле если бы я когда оформляла доставку и же наверняка просто не знаю поместится она или нет и не было были дешевле если я сказала что ну что нам за подъем то есть сколько они там считают что нам по этажам поднимать вот типа мы сразу оплатим по моему этаж там стоит 100 рублей они зарядили этаж 150 рублей вот насколько мне помнится в общем я позвонила менеджеру ребятам говорю они горят мы ничего не знаем нам деньги на руки короче и все мы ничего не возвращаем там где-то договаривайтесь я позвонила в леруа они мне связали с доставкой и доставка сказала что вы ребятам оплатите на руки да то что они там должны приходите к нам на доставку в леруа и как бы показываете перевод до по номеру телефона вот одному из ребят и как бы чек на доставку то что и там сделать перерасчет сделать перерасчет и оставшуюся сумму должны вернуть я говорю ну хорошо хотя мне очень странно что там номер телефона покажу перевод а если бы я наличные дала да тоже как-то они будут созванивались и спрашивали там были наличные нет короче немножко такой странный момент здесь можно очень много придумывать всего но сам факт я не дала наличные специально дала перевод переводом сделала чтобы там как бы посмотрели да что я сделала период реально ребятам вот поэтому этот момент еще надо решить очень любопытно мы в ближайшее время поедем в леруа мы там вообще постоянно каждый день ходим вот поэтому так и еще посмотрели диваны посмотрели арки что-то надо придумать вот арку какую-то короче этим очень много планов еще и в следующем влоге я думаю что вы уже больше половины всего этого увидите вот диваны какие хотя бы присматриваем тоже может быть сегодня получится съездить туда в центре где-то на ворошиловском магазин есть там очень такие бюджетники я бы сказала диваны продаются именно такие большие какие мы хотим они еще и по размеру могут подогнать то есть прям интересно и диван мы тоже будем брать такой не белый точно темноватый он будет чтобы он как-то со столешницей вместе и с вот этой зоной всей такой темненькое все было а по бокам у нас стала светлая другая зона идет в общем короче все прикольненько становится мне честно говоря нравится очень уютненько и уже хочется лежать на диване ковролин вообще меняет все ковролин он знаете он как диван уже вот когда линолеум у тебя нет совершенно желание линолеум или ламинат неважно у тебя абсолютно нет желания или плитка сидеть на нем да и лежать но она как бы холодная как бы полы как только ты стелишь ковролин тебе уже кайф сесть на ковролин с ребенком поиграть на ковролине да то есть для тебя уже полы и становятся и еще одно место обитания можно лечь да подстелить там подушку под это и лечь на ковролин если кому-то места нет там на диване да если много гостей пришли смотреть кино ну то есть вот как то так да и комната на мой взгляд с этим всем делом но вы это увидите возможно ваше мнение тоже интересно она не стала меньше я вам скажу она стала даже наоборот как-то шире вот до комната стала шире то есть она не уменьшилась и не уборщилась а просто она стала шире вот но это в следующем влоге вы увидите я вам уже так более-менее полностью покажу зацените вместе со столешницей вот именно эта перестановка как-то вот так делать на сегодня я с вами прощаюсь спасибо что были со мной обязательно жду вас в следующем влоге всем пока пока а